Для вас это домашнее соревнование, вы из Петербурга, расскажите, каково фехтовать в родном городе? В родном городе фехтовать очень приятно, всегда, это помогает, родные стены, я здесь уже был один раз в тройке, когда-то, поэтому всегда мне здесь приятно фехтовать, когда кругом приходят у тебя болеть друзья, которые не могут в принципе на другие соревнования приехать, поэтому это, конечно, плюс, безусловно. Поддержка чувствуется? Очень, очень. Расскажите пару слов о важности этих соревнований. Рапир Санкт-Петербурга достаточно большое событие. Эти соревнования являются одними из заключительных отборов перед Олимпийскими играми 2016 года. Дмитрий Ригин из Петербурга, кстати, который у нас едет в Рио, я думаю, что для него это на сегодняшний момент один из последних циклов, очень важный. Я участвовал в борьбе за попадание, досрочно закончил по системе отбора, поэтому для меня они были безусловно важны, но в принципе ничего не решали, просто хотелось очень выступить в родных стенах, как можно более удачно. Да, удачно, да. Позади боя Жеребченко, каково на соревнованиях такого уровня встречаться на дорожке со своим соотечественником? Ну, со своим соотечественником встречаться всегда не очень хорошо, просто люди, которые приходят болеть, к сожалению, не могут болеть за тебя, потому что когда ты фиктуешься со своим человеком, это, наверное, не очень правильно. Так, всегда со своим фиктовать тяжелее, скажем так, при любых условиях, дома ты или не дома. Очень тяжело скатывался для вас этот бой, проиграли в один укол, несколько раз сравнивали, чего все-таки не хватило? Да, действительно так и было, и, к сожалению, последний укол проспал, просто нужно было что-то придумать самому раньше, а я, в принципе, на какой-то момент просто отключился, и, к сожалению, получил этот решающий укол. Думаю, сейчас бы я поступил по-другому, но уже после драки кулаками не машут. Это практически последний турнир в этом сезоне, как он для вас прошел, итоги подведите? Прошел он для меня, я думаю, что не совсем удачно, вот я проиграл бой, что прошу итоги, итоги. Я думаю, итоги надо будет подводить через несколько соревнований в августе, после Рио-де-Жанейро, а это один из подготовительных циклов. Поэтому, ну, я надеюсь, что сегодня наши ребята будут займут 50 подсчета, и я, конечно, буду болеть за Диму Регина, за своего друга и однокомандника по городу и по сборной. Спасибо большое.